Анжели, мы на рубрике «Ответы и вопросы за 90 секунд». Ты готова? Готова. Как вы описали бы свою личность в три слова? Очень люблю петь. Какое место на Земле вы считаете самым впечатляющим? Думаю, я ещё там не была, но, возможно, это будет на удивительных островах Италии. Что вас вдохновляет в вашей работе? Меня вдохновляют люди, вдохновляет мир, влюблённость, доброта. Какую песню вы часто слушаете на повторе? Это «Бутни Хьюстон» и «I have nothing». Какова ваша самая большая цель в жизни? Петь для людей по всему миру. Какой момент в вашей карьере был для вас наиболее значимым? Когда встретила своего мужа. Как вы отдыхаете после напряжённого дня? Я пью чай расслабляющий, хожу в контрастный душ, потом читаю книжку в постельке и закрываюсь толстым одеялом и сплю. Какие три вещи всегда находятся в вашей сумке? Это антисептик, это немножечко денюжек и карта. Как вы относитесь к модным тенденциям? Отношусь спокойно, но при этом слежу за этим, интересуюсь, что красивое вышло, смотрю модные показы. Каков ваш лучший совет по саморазвитию? Учиться, общаться и быть в хорошем таком позитивном состоянии, чтобы развитие шло. Какую книгу вы последний раз прочитали? Это было на английском, для развития английского, но при этом я очень много узнала полезного и интересного про начало создания Голливуда. Какое занятие или хобби помогает вам расслабиться? Какое занятие? Мне помогает очень йога расслабиться, медитации и стрелялки, видеоигры мне помогают. Какие три слова лучше описывают ваш стиль? Эксцентричная, при этом ниндзя и, наверное, чувственность. Каков ваш ритуал утреннего пробуждения? Ну, я просыпаюсь, заставляю себя встать с кровати не в том плане, что вот, блин, а типа давай покажи мне свою силу воли, встань и не лежи там еще 10 минут после там звона будильника. И, конечно, иду себе варю вкусный ароматный кофе. Какую суперспособность вы бы выбрали, если бы могли? Я бы хотела быть Бэтменом, девушкой, которая очень мега богата, мульти-мульти, и которая может себе вот эту всю мега-супертехнику сделать, и чтобы супермозг был рядом, который это сделает, и плюс спасать людей, а еще обладать бешеным вот этим уровнем боевых искусств. Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Первого, кого, кроме вещей, я бы взяла, это мужа, потому что без него я бы там не хотела оказаться. Я бы взяла спички, чтобы зажигать огонь и жарить рыбку, а для рыбки я бы взяла то, чем можно рыбачить, чтобы не орудовать гарпуном и учиться два месяца, умирая с голоду, пока одна рыба наконец-то поймается. Вот, и как же это называют? Палатку. Какой ваш лучший совет для достижения успеха? Когда у тебя есть цель, есть мечта, потом цель, обязательно идти ни на что, несмотря, вот сконцентрировать все, что только есть внутри, в себе, в действиях, на эту цель. И, конечно же, действовать, и ни в коем случае не застревать, а прям действовать. Какие три качества в других людях вы цените больше всего? Это доброта, справедливость и мудрость. Какой фильм оказал на вас наибольшее впечатление? Это «Храброе сердце», где главный герой был Мел Гибсон. И я тогда себе сказала, мне было пять лет, что я тоже буду полководцем и буду вести за собой армию. Но потом я поняла, что это можно делать и на сцене, когда ты поешь для людей, что вот оно. И этот фильм все поменял, я его очень часто пересматривала и по сей день смотрю временами. Каково ваше личное кредо? Быть добрым, быть умным и любить людей. Что вас вдохновляет в вашей работе? Люди вдохновляют меня, и сама музыка меня вдохновляет. Вот это, она для меня как магия. Когда ты работаешь с музыкой, это как вот чудеса такие, имеешь возможность это делать. Это меня вдохновляет, вот именно сам процесс, когда создаешь, потом записываешь и поешь для людей, конечно. Вот это для этого все делается. Какой момент в вашей карьере был для вас наиболее значимым? Когда я встретила своего мужа. Ну, значимых моментов вообще-то было очень много. особенно вот каких именно я встречала педагогов и почему я в итоге научилась круто петь. Ну, без ложной скромности скажу. Потому что таланта тут мало. Тут надо было прям научиться так петь, так совладать голосом, особенно в оперном стиле. И мои учителя сильно оказали влияние на меня. И в особенности Белла Андреевна. А еще, конечно же, встреча с мужем. Потому что вот мы вместе делаем вот это все с музыкой, связанной с карьерой. Как вы отдыхаете после напряженного дня? Я в кадр пошел, как я делаю себе кофе и потом наливаю туда виски. Но это я редко себе такое позволяю, потому что кофе с виски, вот такой ирландский кофе, как я люблю очень делать, он не сказать, что сильно успокаивает. Поэтому я стараюсь, предпочитаю больше такие вещи, как успокаивающий чай, контрастный душ. Меня это очень расслабляет. И почитать какую-нибудь интересную художественную книгу перед сном. Какой второй фильм оказал на вас неизгладимое впечатление? Гладиатор. Какой предмет одежды в вашем гардеробе является фаворитом? Какой предмет одежды? Юбочка. Какой ваш способ преодоления творческого кризиса? Ну вообще, я преодолеваю, стараюсь так. Не закрываться в себе. А окружить себя теплотой, любовью и друзьями. И для меня это очень ценно. И, конечно, с семьёй и друзьями. И дать себе небольшой просто отдых от всего. Если есть такая возможность, это уже счастье. Как вы обычно проводите выходные дни? Выходные я вообще провожу в кругу семьи. И вообще, так ещё скажу, выходные, они у меня есть. Ну вот в те моменты, когда это можно назвать выходным, я стараюсь провести опять же с семьёй и созваниваюсь с друзьями, потому что в данный момент они все находятся в разных странах. И мечтаю сделать вскоре вот эту общую встречу и сделать хюге вечера на наших встречах. Какие три книги вы бы рекомендовали другим? Я вообще ничего не читала. Так, ну смотрите. На меня оказала влияние книга Паула Койлью «Алхимик», поэтому её я рекомендую. Потом я читала, это больше из Кабалы, Рав Нуа Вайнберг. «48 путей к мудрости». Ну, Гарри Поттера пусть прочитают. Философский камень. Это очень круто будет. Какое место вы мечтаете посетить? Я мечтаю посетить Италию. Хочу пожить во Флоренции. Какие три слова лучше описывают вашу философию жизни? Быть стойкой, быть мудрой, быть справедливой. Как вы обычно находите вдохновение? Во всём нахожу вдохновение. Особенно меня реально питает доброта людей. Вот если были моменты, когда лишаешься доброты людей, то это, конечно, антивдохновение. То есть вот это окружение, когда просто вот у людей есть сердце, это меня вдохновляет, это меня прям питает, как творческого человека. И всё в окружении, природа, животные даже, там потискать собачку, там улыбка вокруг, да, там тебя улыбнулись, это меня может вдохновить. Фильм классный, книга. Конечно же, там какие-нибудь поездки в интересные места с интересными людьми, это тоже супер вдохновение. Какие три вещи вы бы хотели достичь в ближайшие годы? Я хочу петь для людей, вот как я говорила, по всему миру делать концерты, выступления, чтобы это было нужно людям, чтобы это стало востребовано. И появились вот свои, прям свои поклонники в каждом уголочке земли, земного шара, и чтобы мы выступали там. Значит, второе, хочу написать сказки, которые для детей интересны. И хочу, это я люблю это слово, хочу, хочу. Ну, хочу вести, да, свой, два своих блога активно, чтобы был рост, появлялись люди, чтобы это было интересно для людей. Два блога в плане один на английском, один на русском. Какие три качества считаете наиболее важными в лидере? Справедливость, человечность и дисциплина. Каков ваш самый любимый город и почему? Мой любимый город Токио. Я пока, опять же, боюсь сказать вот какое-то определенное слово, я могу предполагать, потому что я еще не была во всех городах, какие я люблю и хотела бы, но я думаю, этот город находится в Италии. Хоть я люблю Японию, там, восточное единоборство, но думаю, это итальянский город. Как вы обычно справляетесь с трудными моментами в жизни? Плачу сначала, как Сейлор Мун, вся в слезах. Мудрецы говорят, что когда ты вот хочешь прям поплакать, ты должен дать возможность слезам выйти, выплакаться. Да, конечно, первое, я прям так, жалея себя, могу поплакать, потому что душа должна очиститься. И я, когда этот совет услышала, я перестала стыдиться, что бывает такое, когда, ну, типа всё, вот хочется поплакать, и надо дать себе эту возможность, не запрещать. Но потом это надоедает всё-таки, и какой-то даёшь себе стоп, такую паузу. И если, опять же, это есть эта возможность, это очень важно, чтобы не сойти с ума или не быть каким-то там странным. И вот после этой паузы постепенно, как будто вот после зимы, когда росточек поднимается, такой новый, да, вот типа вот так заново, как будто ты начинаешь наполняться энергией. То есть нужно время. И дать волю своим чувствам. Какие три ценности являются основными для вас? Получается здоровье, ценность. Это финансовая вот эта свобода ценность. И это здоровье и счастье близких ценностей для меня. Каков ваш ритуал перед сном? Стараюсь не сидеть во всяких соцсетях, потому что это не даёт расслабиться, а меня будоражит прям вот так, хочется уже на дискотеку. Читаю и сплю. Какие три привычки помогают вам быть более продуктивными? Йога, доброта и внутреннее спокойствие, гармония. И каждый день пение. Какое достижение вы считаете своим самым значимым? Я считаю моё достижение, что я училась очень долго много оперному пению. И научилась... У меня была мечта петь, как Мария Калас. Я слушала, и многие годы это оказалось недостижимой целью. Когда я пыталась повторять, за ней не получалось. И когда это случилось, этот день настал, я смогла петь те же арии, оперы. Я поняла, что я реально могу, и реально это звучит классно. Это мне говорили зрители. Я поняла, что вот она, для меня это достижение огромное. Научиться петь, как звезда, оперу. Какие три места в мире вы мечтаете посетить? Флоренция, Лондон. Хочу там погулять. Прям вот не по работе приезжать и ничего не посмотрев уехать, а приехать и прям вот дать себе несколько недель вот этого, чтобы посмотреть, походить по замкам, посетить музей Гарри Поттера и Токио. И, конечно, хочу там посетить буддийский монастырь и место, где тренируют технику бусидо. Какие три вещи вы считаете своими секретными талантами? Наверное, это веселость, что я каким-то чудом нахожу, реально нахожу во всём какую-то позитивную черту, насколько это вообще возможно, да, если там хоть есть это, то я её найду. Это, я считаю, вот такой у меня есть талант. И это мне очень помогает смотреть реально максимально позитивно на вещи, а не впадать в пессимизм. Я не люблю этого. Потом я думаю, конечно, это моя суперспособность — это пение. Вот. Это, ну, родилась так и развивала. И третье, третье, может быть, большая доброта к людям, к животным. И я в детстве это было, и сейчас стараюсь не потерять, не обозлиться, когда что-то идёт не так, а прямо поняла, что нужно её это держать, вот это чувство доброты к окружению. Какую роль играет музыка и песни в вашей жизни? Огромная. Вообще сердцевина. Это просто ядро. Вот какую роль играет. Я даже сон недавно видела, мне там то ли была Шарли Стерон, какая-то голливудская звезда, говорит мне, ты должна петь, ты должна петь. И, в общем, она это повторила несколько раз. Я такая проснулась, я должна петь. Типа не должно ничего этому помешать. То есть должен всё, что только пытается мешать, это ликвидировать и петь. Как вы обычно принимаете решения в трудных ситуациях? Моментально. У меня какая-то есть особая черта, когда происходит что-то из ряда вон, у меня включается прям такая реальная хладнокровность. Я не знаю, откуда она берётся, но я прям ничего не чувствую в моменте. Какие три вещи вы считаете ключевыми в создании успешного проекта? Классная команда. Я вообще человек команды. Для меня это важно. И я считаю, в команде ты можешь реально создавать что-то стоящее. Какие три ценности являются основными для вашей семьи? Это преданность, это забота друг о друге. Если вдруг кто-то не хочет заботиться, быстренько напомним. И, конечно, умение прощать. Каков ваш любимый вид спорта или физическая активность? Это карате. Это вообще восточное единоборство. Причём в любом его проявлении, когда с мячом тренировка. Ну, я много тренировалась, и для меня это прям моё. Ну, если прям нету восточных единоборств, обязательно йога в плане тренировки. Не просто медитация, а вот всё там. Вся тренировка на тело. Какие три качества вы считаете важными для развития карьеры? Позитивность. Большая позитивность. Вера. Вера, что получится. У тебя получится. Твоя цель. Ты достигнешь её. Такая вот. Просто вот. Её логикой нельзя понять. Просто вера. Всё. Будет. Вот. И действия. Действия, действия. Как вы обычно реагируете на критику или отрицательные комментарии? Я вообще никак не реагирую. Я типа... Если я вижу или видит Нарек, он, по-моему, чуть больше злится. Иногда он впадает в ярость. Тем более, если какие-то в совсем пошлости пишут. Вот. А я не знаю. Мне даже... Не то, чтобы я ха-ха, как смешно написали. Нет. Но я думаю, вот, блин, типа, ну, удаляем. Типа... У меня даже слов нет. На это просто смотрю, как там удалить или выбираю. Удалить или заблокировать. Вот и всё. Но ничего не отвечаю, потому что я понимаю, что это бессмыслица будет. Общение вот это. О, нет, я не такая там. Типа, нет. Просто всё. Пошёл в бан. Пошёл лесом. Типа, вот и всё. Не плачу, когда, типа, ты, коза, или ты плохо поёшь, или ещё какие-нибудь гадости бывают. Пишут. Я такая, блин, это надо срочно удалить, пока мама не прочитала, и ей не стало там плохо или неприятно. Какие три вещи вы бы хотели изменить в мире? Хотела бы, чтобы люди были больше добры и больше умны, потому что вот эти все войны, вот эта вся же, то, что происходит, это, конечно, связано с тем, я думаю, что духовно даже те люди, которых можно как бы называть умными, но они духовно совершенно безмозглые, потому что, ну как можно в здравом уме реально делать войны, лить кровь, потом, не знаю, вот это всё мутить, не договориться о дружбе, типа, я реально не могу такие вещи понимать, почему нельзя здраво садиться, обсуждать за чашкой кофе и быть, но для этого нужно, чтобы все были в уме, все были адекватными, и чтобы ты понимал, что так, я вот с тобой говорю, вот, да, там политики общаются, и он тоже в здравом уме, но если подавляющее большинство политиков, вот, это же у нас не про политику, они не сказать, что в здравом уме, вот, поэтому происходит всякая просто жесть, и да, я бы хотела, чтобы люди были менее жестокими, больше добрыми, больше толерантными к тому, кто не так сильно на тебя похож, но в то же время у него есть сердце, лёгкие, все те же составляющие, когда называешь живое существо, человек, вот, и, типа, толерантность, доброта, и мудрость, наверное. Как вы относитесь к идеям охраны окружающей среды? Хорошо отношусь, меня бесит, когда я хожу вот по городу, по деревне, да где угодно, и вижу мусор, меня, я прям думаю, кто, где, где этот чувак, или чувиха, которые это сделали, вот, я прям, реально, у меня какой-то бешеный гнев, я хотела бы быть карателем в этот момент, потому что я считаю, каждый, кто вот так вот мусорит, кидает, там попил, не знаю, кофейку, так вот выбросил вот эту чашку, всё, его надо, не знаю, его надо наказать, вот, потому что начинается всё с малого, вот, типа, делает, а это засоряет землю, даже просто засоряет, или то, что во многих странах мусор не перерабатывается, почему нельзя научиться у тех, кто поумнее, тоже это делать, разве это так сложно, и не сорить, не превращать нашу землю в свалку. Какой ваш самый любимый способ выражения творчества? Пение, ещё писательское тоже мастерство, я очень люблю писать, даже статьи, конечно, когда это можно через сказку выразить, или уже рассказ себя выразить, но пение, оно во главе, музыка. Как вы обычно балансируете работу и личную жизнь? В моём случае это чуть сложнее, потому что я работаю с мужем, типа, сейчас мы работаем, сейчас мы коллеги, а вот сейчас мы отдыхаем, сейчас мы муж с женой, мы друзья, мы должны отдыхать, мы, у нас прям, вот если кто-то из нас забывает, начинает, а вот по работе вот это, мы такие, так, ты меня уж извини, но я сейчас не твой коллега, или не твоя коллега, я сейчас твоя там жена, друг, и всё такое, но мы не работаем, всё, это тема табу, там, когда кушаем, отдыхаем, никакой работы. Какие три совета вы бы дали молодому человеку, стремящимся к успеху? Знать, чего хочешь, это очень важно, ни в коем случае не ломаться, не позволять себя ломать, быть таким гибким, всё равно вставать и помнить, что ты должен делать. Позитивное мышление, я выберу сейчас позитивное мышление, потому что оно супер важно. Какую роль играют путешествия в вашей жизни? Вообще большую роль играют, сейчас я не путешествую достаточно, как я бы хотела, но я путешествую мысленно, но путешествовать нужно. Какие три вещи вы бы хотели достичь в ближайшие годы? Петь для людей, вот как я говорила, по всему миру делать концерты, выступления. Было нужно людям, чтобы это стало востребовано, и появились вот свои, прям свои поклонники в каждом уголочке земли, земного шара, и чтобы мы выступали там. Какую роль играют путешествия в вашей жизни? Большую роль. Я считаю, путешествия — это та возможность, когда ты можешь вдохновиться, посмотреть какие-то новые, места, ощутить то, что ты не можешь ощущать в обыденности, когда вот всё одно и то же. Это очень важно вообще для людей, для каждого человека, чтобы он себя чувствовал таким живым, таким, не знаю, радостным. А для творческого человека это прям прописано по профессии. Это нужно, чтобы создавать хорошие, классные произведения и радовать людей. Как вы обычно справляетесь с творческим блоком или отсутствием вдохновения? Я окружаю себя людьми, которые любят меня. Какие три качества вы считаете наиболее важными для успешных отношений? Это преданность, это заботливость, вообще умение радовать друг друга. Каков ваш любимый сезон года и почему? Сезон года — осень. Я очень люблю осень. Всегда любила. Мне нравится, что прохладно, что не слишком жарко, не слишком холодно, что особенно в России она такая красивая, что там будут листочки разноцветные, что ты можешь гулять по лесу, и в каком-то волшебном измерении оказываешься только потому, что осень. Как вы обычно празднуете свои достижения? Да прям, знаешь ли, очень так вальяжно праздную. Надо поесть вкусно. Прям вот ставлю себе, что так, сейчас у нас праздник. То есть это значит накрыть стол или куда-то сходить, кушать вкусности. Если получается купить, купить всем, кто участвовал в этом проекте, себе подарков. Прям радовать себя, если это вот в проекте я участвовала, и снова я. Вот. То есть вот обязательно вот эту какую-то дать себе вот это, что чувство счастья, что сейчас ты заслужил и должен это праздновать. Какие три вещи вы считаете ключевыми для счастливой и насыщенной жизни? Я считаю, это когда ты можешь делать своё любимое дело, когда ты живёшь в любящей семье. И третье, когда ты, ну, делаешь разные какие-то вещи в плане здоровья, спорта, ну, чтобы себя чувствовать хорошо. Какую роль играют социальные медиа в вашей жизни? Вообще важную роль. Не потому, что я этот просто фанатик, что сижу и листаю, не могу оторваться, наоборот, я этого не делаю, я это не люблю делать. Но социальные медиа помогли мне вообще делать свою любимую работу, проявлять себя, показывать себя, петь для людей через социальные медиа, потом делать кучу всего. Какие три качества вы считаете важными для успешного лидера? Человечность, ум, любовь к своим подчинённым. Как вы относитесь к идее благотворительности или волонтёрства? Я классно отношусь, считаю, что даже когда у тебя есть хоть каплюшечка чего-то, и ты можешь, и ты вот проходишь мимо человека, который ещё больше нуждается, поделись, дай вот эту хотя бы капельку, сделай это, и таким образом ты поймёшь, что ты даже сам, будучи в нужде, можешь быть полезен другим. А когда у тебя всё больше и больше, и Бог даёт, когда ты тоже делишься, то делись больше. И вот есть прям десятина, надо делать благотворительность, и надо соблюдать этот закон, чтобы всё шло как надо. Какие три вопроса вы бы хотели задать себе, чтобы лучше понять свои цели и мотивацию? Чего ты хочешь, Анжелия? Чего ты хочешь? Вот это первый вопрос. Уже два раза его задала, правда. Что тебя радует, детонька? И третье, типа будь верна своим целям, принципам. А, это не вопрос, да? Это уже этот гипноз. Это был гипноз. Сейчас, сейчас, сейчас. Простите, своя натура не могу спрятать. Гипнотическую. Вот. Так. Почему ты сделала так, а не вот так? И последний вопрос. Три совета самой себе, которые посмотрят тебя из будущего. Из будущего? О, круть, круть. Я хочу, я хочу. Значит, вообще, перестань париться. перестань трястись, переживать там из-за чего-либо. Сохраняй самообладание. Трудись. Вот. Чувствуй себя, что ты, что ты хочешь делать. И делай это. Не говори, ой, не сейчас. Ну, сейчас не получится. Нет, дружки, найди варианты это делать, потому что не будет других еще, не будет еще других доп. минут, доп. часов, как в футболе, как когда. А вот вам еще три минуты. Нет, вот сейчас. Делай. То есть обязательно делай. Сейчас, не откладывай на потом, на завтра, на послезавтра. Делай сегодня то, что ты чувствуешь надо, и приступай к этому. И третье. Уделяй время радости своей семье, не забывай о других людях. Будь той, кто не безразличен к другим. Особенно, да, к семье, это само собой, но и к тем, кто вообще встречается тебе на пути. Спасибо, Анжели. Это была рубрика «Ответы и вопросы за 90 секунд». Сегодня у нас в программе Анжели Арье, оперная и эстрадная певица, и наректрис, тиджей, продюсер. Всем пока. Спасибо, мне было очень радостно. До следующих встреч. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok